МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашии. Специальный выпуск информационной программы Республика. В студии Ольга Панова. Чувашия отмечает День Республики. Именно в этот день, 95 лет назад, был подписан декрет об образовании Чувашской автономной области. Праздник отмечают во всех муниципалитетах. Одной из главных площадок стал Канажский район. Именно он добился весомых итогов в социально-экономическом развитии и заслужил право принимать гостей Республики. Размах торжеств оценила и наша съемочная группа. С самого утра на стадионе деревни Асхова и яблоку негде упасть. Здесь на один день выросло импровизированное село. Местным жителям актерского таланта не занимать. Они демонстрируют достижения района и традиционные обряды. Вместе с временно исполняющим обязанности главы Чувашии на праздник приехали депутат Госдумы Алена Аршинова, герой России и уроженец этих мест Николай Гаврилов. Канажский район чтит своих земляков. В этот день вспомнили об известном художнике Анатолии Митове. Он рано ушел из жизни, но оставил потомкам свои уникальные полотна. Именно по их мотивам была украшена главная сцена. Канажский край, места твои воспеты, с любовью в сердце, севспелем в миши. В День Республики по традиции награждают тех, кто вносит большой вклад в развитие района. Это земледельцы, учителя, врачи, работники культуры. Михаил Игнатьев вручил почетную грамоту Чувашской Республики главе Канажского района Ивану Иванову. Эти люди не привыкли стоять на сцене, им привычнее заниматься любимым делом. Растить урожай, воспитывать детей, помогать пожилым людям. Это призвание, говорит Михаил Игнатьев, и по-настоящему ценный дар. Вы любите свою землю, вы любите друг друга, в мире и согласии живете с соседями. Низкий вам за это поклон, потому что облик Канажского района поднялся на другой уровень, изменился в лучшую сторону. Канажцы находятся на федеральной трассе, тем самым вы привлекаете внимание наших гостей. Многие будут останавливаться, многие будут оставлять свои финансовые средства для развития экономики Канажского района. Активно реализуется в Канажском районе программа поддержки начинающих аграриев. Гранты на создание и развитие своих хозяйств в более чем 1 миллион рублей получили два фермера. Еще несколько человек благодаря социальным выплатам улучшат свои жилищные условия. Удостоверение ветеранов труда на праздники вручала депутат Госдумы Алена Аршинова. Каждый из нас трудится в общей команде, в команде республики. И те результаты, к которым мы приходим, это наши общие результаты. И, конечно, так уж получается, что несмотря на внешние вызовы, несмотря на разные невзгоды и прочее, прочее, все равно мы идем вместе, потому что мы знаем, что когда мы вместе, когда мы трудимся вместе командно, тогда и получается результат. Но еще до церемонии открытия праздника почетные гости побывали на республиканской выставке День поля. Этой традиции уже много лет, но каждый раз организаторы стараются чем-то удивить. Сельхозтехника, средства ухода и защиты растений. Технологии выращивания стремительно совершенствуются, и чувашские аграрии стараются идти в ногу со временем. На этот раз внимание гостей привлекли тарактора, зерноуборочные комбайны, агромаш холдинга и гумсельмаша из Республики Беларусь. Традиционный конкурс косарей по-прежнему зрелищное мероприятие. В нем приняли участие профессионалы своего дела. Свои навыки продемонстрировал и Михаил Игнатьев. Итоги дня поля еще предстоит подвести, но уже очевидно, что здесь будут заключены выгодные контракты. Дмитрий Ковалев, Маргарита Гартфельдер, Елизавета Зайцева и Сергей Рябчиков. Республика. Сегодня в Чебоксарах прошла 23-я конференция Чувашского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия». Один из главных вопросов конференции – выдвижение кандидата на должность главы Чувашской республики. 9 июня президент России подписал указ, которым назначил Михаила Игнатьева временно исполняющим обязанности главы Чувашии. Спустя два дня Государственный совет назначил выборы руководителя республики на 13 сентября. Чтобы определиться с кандидатурой региональное отделение партии «Единая Россия» решило провести предварительно тайное голосование. Праймерис прошли в пяти муниципалитетах, в которых приняли участие делегаты со всех районов республики. С 18 по 20 июня более полутора тысяч выборщиков заслушали программы семи кандидатов. По итогам тайного голосования на всех площадках безусловным лидером стал временно исполняющий обязанности главы Чувашской республики Михаил Васильевич Игнатьев, набравший 1015 голосов выборщиков, что составило 93,5% от всего количества проголосовавших. Второе место заняла заместитель председателя комитета по социальной политике и национальным вопросам госсовета республики. Олимпийская чемпионка Лена Николаевна Николаева. С результатом в 207 голосов. На третьем месте Алексей Константинович Львов, управляющий обществом с ограниченной ответственностью базис. Его результат 141 голос. Они сегодня вместе с нами находятся на этой сцене. Люди имели возможность не только быть выборщиками, но и непосредственными участниками дискуссии. В то же время за период проведения площадок накопилось множество вопросов, которые остро волнуют жителей республики. И в ходе предвыборной кампании нам их необходимо решать. В конференции приняли участие 115 делегатов. Главный вопрос – выдвижение кандидата на должность главы Чуваши от партии «Единая Россия». Что касается меня, я свой выбор сделал. Этому способствовал как минимум две причины. Первая – это то, что я искренне считаю, что я доволен теми результатами, которые сегодня есть у республики. Спортивный азарт, он, наверное, сыграл. Второе место, я тоже думаю, неплохой результат. В этом зале собрались люди, которым, я думаю, неравненадушно завтрашняя судьба нашей прекрасной республики Чуваши. И мы хотим, чтобы Чуваши была сильная, здоровая, успешная. За последние пять лет во главе руководства Михаила Васильевича мы стали увереннее себя чувствовать. Чувствуется, что народ начал жить комфортнее. Здесь есть все условия для работы, для учебы, для занятий спортом, для создания семьи. Дети рождаются в любви. И поэтому этот курс надо продолжить. Пять лет назад мы определили для себя приоритеты государственной политики. Это публичность, прозрачность, открытость и честность, направленные на благо общества и каждого человека в отдельности. Была утверждена стратегия развития Чувашской республики. И мы с честью и достоинством выполняли все те мероприятия, которые были утверждены в данной стратегии. Партия Един России выдвинула и реализует с органами власти республики целый ряд федеральных программ и проектов в различных отраслях экономики. Республика не стоит стороне от федеральной повестки дня и осуществляет на своей территории такие проекты, как новые дороги городов России, национальная инновационная система, модернизация образования, детские сады детям, российское село, крепкая семья, качество жизни и ряд других объектов. На предстоящие в сентябре 2015 года выборы мы выходим с достойными результатами реализации партийных проектов Единой России. По уставу партии к кандидатуру делегатам предстояло выбирать тайным голосованием. Председатель счетной комиссии Николай Николаев озвучил протокол. Призвык эти избирательные курды установлены всего бюллетней 115, в том числе признанных недействительным один. После подсчета голосов по выдвижению кандидата на должность главы Чувашьей Республики по каждой кандидатуре результаты тайного голосования определились следующим образом. Игнатий Михаил Васильевич, 114, решил опризнать тайное голосование состоявшееся и считать предыдущим кандидатом от Чувашького регионального деяния партии Единой России на должность главы Чувашьей Республики Игнатия Михаила Васильевича. А вот мы можем только заработать, работая с ними, убеждая избирателей своими конкретными делами. Единая Россия была партией конкретных дел. Полагаю, в среднесрочной, долгосрочной перспективе партия Единая Россия будет еще приумножать свои результаты работы на благо России, на благо регионов России, во благо жителей, в данном случае, Чувашьей Республики. По закону, кандидат на должность главы Чувашьей также должен назвать три кандидатуры для выдвижения в Совет Федерации от исполнительной власти региона. Михаил Игнатьев предложил Николая Федорова, первого президента Чувашии, Елену Николаеву и Николая Николаева, депутатов Государственного Совета. На мой взгляд, это одно из самых эффективных региональных отделений. И, естественно, это все-таки не только мое персональное мнение, хотя мне очень хотелось бы, чтобы этот курс поддерживался, но и в целом, конечно, по стране мы видим, что Чувашей по исполнению партийных проектов один из лидирующих, все-таки одно из лидирующих региональных отделений. Сегодня же Михаил Игнатьев представил в Центральную избирательную комиссию комплект документов о своем выдвижении в качестве кандидата на должность главы Чувашской республики. Сегодня же выдвинули своих кандидатов и другие партии, намеренные участвовать в выборах главы Чувашии. Республиканское отделение КПРФ предлагает на этот пост Валентина Шурчанова, «Справедливая Россия» Олега Николаева. От партии пенсионеров России будет баллотироваться Валерий Сапожников, от демократической партии «Яблоко» Владислав Аркадьев. Союз труда на сентябрьских выборах будет представлять Анатолий Коршунов. Альянс зеленых и социал-демократов Юрий Малов, гражданскую инициативу Андрей Броницын. Конференция по выдвижению кандидата от ЛДПР началась в 17 часов и завтра мы сообщим, какое решение принято. О других событиях Дня Республики продолжает работу Чебоксарский экономический форум «Регионы. Новые источники роста экономики России». Отдельной секцией работал и второй Всечувашский культурно-экономический форум, собравший представителей диаспор из разных уголков страны. На Всечувашский культурно-экономический форум направили делегатов диаспоры из 11 регионов России, а также Белоруссии и Эстонии. Между тем, сегодня зарегистрированы 96 национально-культурных объединений Чуваши, живущих в нашей стране, бывших союзных республиках и за рубежом. Большинство поддерживают связь с исторической родиной, а потому участникам форума было интересно узнать, что происходит в экономике и культурной сфере Чуваши. Временно исполняющий обязанности главы региона Михаил Игнатьев рассказал, как развивается промышленность республики, какие меры предпринимаются в социальном обеспечении и культурном строительстве, сколько усилий прикладывается для сохранения Чувашского этноса. Большую роль, по его мнению, в этом процессе играют носители языка и традиций, живущие как в республике, так и за ее пределами. Я рад видеть всех вас на территории Чувашской республики, то, что приехали в эти дни для того, чтобы поработать, пообщаться, встретиться с разными друзьями, соответственно, познакомиться с новыми друзьями с одной единственной целью, чтобы эти трудности преодолевать нам совместно, как единая команда, единая команда России, единая команда Чувашского народа. В районах и городах проходят различные мероприятия и праздничные концерты. В Чебоксарах главной сценой стала Красная площадь. Здесь состоялись традиционные всечувашские акатуи и фестиваль «Венок дружбы». В Чувашию приехали представители национально-культурных центров и народные коллективы со всех уголков республики и многих регионов страны. Пентинская и Иркутская области, республики Татарстан и Хакасия на родину приехали земляки из 12 регионов России. Некоторые из них не были в родном крае больше 10 лет. Мы привозим сюда в основном молодежь, чтобы они увидели свою родину. Впечатления у них большие остались на будущем. Вообще великолепно. Нам очень понравилось. Если мы будем забывать о своих предках, о корнях, а тем более о своей республике, в которой жили наши предки, ну, я думаю, это уже не Чуваши. Чувашию я первый раз родилась тут, но впечатление невозможно высказать. Душа прямо летает. Впечатления сильно-сильно большие. Древние традиции, обряды, подворья с национальными угощениями, изделия народных промыслов. Программа мероприятий очень обширна и интересна. В этом году в основу сценария легло 70-летие Великой Победы и Год Литературы. Организаторы отмечают, что всечувашский окатой много лет проводился за пределами республики. И лишь в последние годы вернулся на свою родину. За это время он стал всенародным. Мы сильны, Чуваши, тем, что мы, когда вместе, вместе можем преодолевать всякие трудности. И я более чем уверен, что наше будущее, будущее Чувашской республики, оно прекрасное. И зависит от всех нас и от наших связей, дружественных связей с другими регионами. Фестиваль творческих коллективов национально-культурных объединений «Венок дружбы» тоже устоявшаяся традиция. В нем приняли участие 16 творческих коллективов. Выходя один за одним на сцену, артисты плели многоязычный, пестрый по цвету, но общий венок дружбы. Это тема бесконечная. Венок дружбы, дружба народов, проживающих на территории Чувашской республики. Все народы живут дружно, так как в Чуваше, наверное, нет такого места в России, где действительно всем спокойно, всем народам комфортно. И вот этот праздник, он олицетворение для того, как это у нас на территории Чуваши происходит. Татьяна Леонтьева, Россель Мухаммедов, Республика. В рамках 8-го Чебоксарского экономического форума регионы «Новые источники роста экономики» прошел круглый стол «Новые возможности для ускоренного развития агропромышленного комплекса». Специалисты аграрии обсуждали проблемы АПК, вопросы модернизации, а также мероприятия, ориентированные на стимулирование спроса и наращивание объемов производства. Новые возможности для аграриев появились с момента начала реализации приоритетного национального проекта развития АПК. Тогда был сделан упор на повышение доступности кредитов для селян, поддержку малых форм хозяйствования и развитие социальной инфраструктуры села. На фоне нынешних политико-экономических условий спрос на отечественную продукцию повысился. Соответственно, для сельхозпроизводителей возникли более льготные и комфортные условия для реализации продукции. В рамках круглого стола состоялась презентация лучших хозяйств республики «Клуб Агро-100». Казенное предприятие «Агроинновация» уже 10 лет анализирует работу сельскохозяйственных организаций республики. В этом году самым лучшим хозяйством и владельцем «Клубка Агро-100» под номером 1 вновь стал филиал ООО «Авангард Цивильский Бекон». Санкции, они как бы нам помогают. Наше предприятие, оно работает стабильно и с учетом санкций, даже, наверное, с учетом импортзамещения. Это нам помогает в реализации продукции. Мы работаем над проектированием, чтобы увеличить производство мяса. По всему «Авангарду» мы проектируем у себя репродуктор на 3500 голов. В Новочебоксарске прошла конференция мэров «Здоровые города, районы, поселения». Обсудить проблемы здоровьесбережения собрались руководители муниципалитетов Чувашии и других регионов. Здоровье не купишь, его разум дарит. Именно так в полном виде звучит известная русская пословица. Никакой врач не поможет, пока человек не осознает простую истину. Отказ от вредных привычек и соблюдения режима труда и отдыха эффективнее самых высоких технологий и дорогих лекарств. Разумеется, есть и ряд других условий, выполнение которых зависит не от конкретного человека, от общества в целом, повышение качества жизни. Именно поэтому Чувашия еще 10 лет назад вступила в проект «Здоровые города, районы, поселения» и теперь может предъявить реальные результаты. По мнению коллег, в нашей республике удалось выстроить научно обоснованную и в то же время простую и действенную систему. Последнее впечатление – это профиль здоровья семьи. Это просто вот та часть, которая, я хочу сказать, в России вообще нет ни у кого. Это точно абсолютно. Нет коммунальных программ, которые направлены на всю семью целом. Есть программы на предприятии, есть программы на отдельные группы населения. Это все очень здорово, это все работает, это все эффективно. Но та программа, которая предлагается вот сейчас, профиль здоровья семьи, я считаю, это очень перспективное направление, поскольку, с одной стороны, это объединяет семью вокруг проблем здоровья, а проблемы здоровья, они все равно существуют, и будут существовать всегда. Во-вторых, они включаются в процесс формирования здорового отношения, неосознанного здорового отношения к себе во всем, так сказать, районе. Я считаю, это вот, я не знаю, ну, хаос, что ли, ваша. Спасибо. За последние годы смертность в республике снизилась на 13%, ожидаемая продолжительность жизни возросла на два года, и это очень убедительные доказательства эффективности действующей системы здоровья и сбережения. Есть и другие показатели. Прежде всего, это, конечно, массовые подходы к физической культуре. Это именно не спортивный момент, а физическая культура. Здесь практически вся республика этим заражена, вся республика этим живет. Это, конечно, очень интересно, очень интересна активность населения, но, естественно, прежде всего, это, конечно, активность вашего лидера, она к этому ведет. Наверное, так. Пока в зале шла конференция на площадке перед ДК «Химик», работали мобильные диагностические комплексы, прошел большой мастер, класс по дыхательной гимнастике «Цигун». Жители города могли проверить свое давление, получить консультацию стоматологов и пройти флюорографическое и маммографическое обследование. Дело мастера боится. В столице республики со всей России в 13-й раз собрались мастера декоративно-прикладного искусства. В этом году конкурс «Русь мастеровая» посвящен Году литературы. Участники 10 регионов страны в течение двух дней знакомят жителей и гостей республики со своим творчеством. В режиме реального времени на глазах у зрителей Всероссийского конкурса появляются сказочные герои. Вышитые и сотканные ткани, украшения, изделия из дерева и керамики. В каждой палатке внутреннего двора Чувашского национального музея свой сказочный мир. Чебоксарка Надежда Степанова уже 25 лет занимается обработкой бересты, не первый год представляет здесь свои художественные работы. Вот у меня получается у нас тема сегодняшнего конкурса «Летняя сказка». Я посчитала, что моя любимая сказка про царевну лягушку как раз вписывается в эту тему. Благодатный материал, очень благородный материал, очень многогранный, из него много чего можно сделать, начиная с простых киевсков, привычных, традиционных, кончая вот такими картинами. Каждый год здесь появляются новые имена. Павел Ивашкин из Владимирской области давно работает в Богородской технике, но в Чебоксары приехал впервые. С малых лет занимаюсь. Вообще пришло от деда, от дяди, так я в потомственных. Школы я никакие не заканчивал резьбы, я учился от родственников. Это медведь, который к преподобному приходил, это сам преподобный Сергий Радонежский. Но у нас монахи в Сергеем Посаде говорят, пока эту игрушку делают, Россию не победить. Дним отелем в Чувашии стало больше. В Чебоксарах состоялось торжественное открытие гостиницы Ибис. Она входит в международную сеть Акур Хотелс. В числе первых посетителей была и наша съемочная группа. Эту гостиницу построили в рекордно короткие сроки. От заключения договора до регистрации первых гостей прошло всего около двух лет. Бренд Ибис зарегистрирован в 59 странах и насчитывает более тысячи отелей в мире. Современный, удобный и комфортабельный этот сетевой отель, первый в Чебоксарах. Я хочу вас поблагодарить за это рекордное открытие. В истории нашей компании никто не сумел открывать так быстро. Поэтому один из словов вам. И еще такая гостиница. Уважаемые гости, вам покажут гостиницу и вы убедитесь в качестве Ибиса. Это прорыв для города и мигаленцам нашему сотрудничеству. 110 комфортных номеров, выполненных в оригинальном стиле, со всем необходимым набором услуг. Подумали и о безопасности постояльцев. Двери имеют специальное огнеупорное покрытие. Блюда европейской и русской кухни объединены под общие рестораны концепции и без китчен. В отеле работает бизнес-уголок, имеются и три конференц-зала для переговоров. Впервые Чуваши открывается такого серьезного уровня отель. И это, во-первых, инвестиционная привлекательность. Это для туристов, это для всех, кто приезжает в Чебоксары. Это развитие города, развитие Чувашской республики. Как отмечают инвесторы, появление отеля известного международного бренда – показатель экономической стабильности Чуваши. Это событие выводит сферу гостиничного обслуживания республики на новый качественный уровень. Татьяна Леонтьева, Олег Якимов, Республика. В Чебоксарах прошел первый конкурсный день фестиваля фейерверков. Свои программы продемонстрировали пять команд из Сергиева Посада, Москвы, Беларуси, Болгарии и Чебоксар. Конкурсная программа была посвящена 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Понаблюдать за выступлениями участников фестиваля на Красную площадь пришли десятки тысяч жителей и гостей столицы. Традиционно самыми популярными были смотровые площадки в речном порту у монумента Славы и монумента Матери. Увидеть фестиваль фейерверка в прямом эфире смогли и зрители национального телевидения Чуваши. Трансляция была доступна и на официальном портале органов власти. Награждение победителя и лауреатов состоится сегодня в 22 часа на Чебоксарском заливе. А сразу после этого награждение начнется гала-концерт фестиваля. На этот раз пиротехническое шоу будет посвящено Дню Республики. Фейерверк также можно увидеть в эфире нашего телеканала. Мы начнем прямую трансляцию с главной концертной площадки с Красной площади в 19 часов. В программе торжественная часть гала-концерт участников фестиваля Родники России, полк, дискотека и салют. Уже который год в преддверии Дня Республики между Чувашей и другими регионами страны стираются все границы. Остается только взаимодействие и партнерство. В Чебоксарах стартовала 22-я выставка регионы сотрудничества без границ. Новые партнеры, контракты, перспективы и новая площадка. Впервые за много лет выставка регионы сотрудничества без границ сменила традиционное место дислокации. Экспозиция разместилась в Ледовом дворце Чебоксара-арена. Среди плюсов этого места удобная транспортная развязка и шаговая доступность нескольких гостиничных комплексов. Многоуровневая парковка на тысячу машин. Предприятия нашей республики. Из 11 регионов России иностранные производители компании-дистрибьюторы. Все, кто заинтересован в продвижении своей продукции, новых контактах и контрактах, ежегодно стараются стать участниками выставки. Сегодня ее открыл временно исполняющий обязанности главы Чуваши Михаил Игнатьев. Выставка ежегодно востребована посетителями, всеми теми, кто хочет сотрудничать, прежде всего с теми партнерами, где на взаимовыгодной основе можно вести бизнес. Я полагаю, что во время работы выставки будут новые знакомства, новые встречи и заключены новые соглашения. Среди основных разделов выставки строительства, архитектуры, электротехники и приборостроения, химическая и легкая промышленность, сельское хозяйство и пищевая перерабатывающая промышленность, связи телекоммуникации, спорт, туризм и отдых, банки, инвестиции, страхование, здравоохранение, перечень можно продолжить. В Рио главы Чуваши обошел все. А первую остановку сделал у раздела машины и автомобилестроения. Владимирский инженеринговый центр использования лазерных технологий презентовал аппарат для сварки. Это не робот, это роботизированный комплекс лазерной сварки. Наш партнер технологический из города Фрязино производит лазеры. Каждый четвертый лазер в мире производится у нас в России, в городе Фрязино. Что позволяет этот комплекс? Он позволяет увеличить сварку, скорость сварки до 10 метров в минуту. Это обычно же варится, там шлифовывается, заусенцы и так далее. А тут после этой сварки изделие сразу уже в работу. Там не надо ничего делать. Молодцы! Пожалуй, любят эту выставку жители республики за то, что продукцию предприятий можно не только посмотреть, потрогать, но и попробовать. Предприятия пищевой промышленности старались не отпускать делегации без угощений. От стен до одной из компаний, специализирующихся на рекламе, Михаил Васильевич ушел с сувениром. Прямо на выставке представители фирмы напечатали его портрет. Во втором павильоне выставки было особенно жарко, и не только из-за погоды. Тут танцевали, пели, играли. Этот музыкальный фонд сопровождал экспозиции ряда министерств и районов республики. В общей сложности выставки принимают участие около двух сотен организаций, предприятий, ведомств. Экспозиции разместились в двух павильонах и на улице. У жителей республики будет время посмотреть все. Выставка продолжится до 27 июня. Ольга Пырочкина, Сергей Рябчиков, Республика. А впереди вы еще увидите репортажи о предприятиях, участниках выставки, регионы, сотрудничества без границ. А я, Ольга Панова, с вами прощаюсь. И до встречи в эфире национального телевидения Чуваши. Участие в выставке регионы сотрудничества без границ для Чувашкредитпромбанка больше, чем традиция. Ежегодно банк радует посетителей своего стенда выгодными предложениями. В этом году Чувашкредитпромбанку исполняется 25 лет. Акции в честь этого события уже начались. Для населения мы предложили новый юбилейный вклад, нам 25, который по достоинству оценили жители республики. Для юридических лиц мы предложили удобный, комфортный и, главное, надежный способ вложения денежных средств. Это депозиты 25 лет успеха и удобный счет. В дни проведения выставки Чувашкредитпромбанк объявил новую акцию – удачный платеж. Чтобы испытать свою удачу, достаточно оплатить услуги не менее двух организаций с помощью платежного терминала. Вырезав номер, чек опустить в лототрон. 26 июня в 15.00 на выставочном стенде банка состоится розыгрыш предоплаченных карт номиналом 1000, 5000 и 10 тысяч рублей. Кстати, карты в дальнейшем можно приобрести во всех отделениях банка. Ими можно оплатить услуги или покупки в магазинах. Их удобно дарить в день рождения или по поводу других знаменательных дат. Акции «Удачный платеж» на этом не закончатся. Все, кто оплатил услуги через терминалы Чувашкредитпромбанка до 30 сентября этого года, могут выиграть подарочный сертификат на бытовую технику. Терминалы находятся во всех отделениях Чувашкредитпромбанка. Мы поздравляем жителей и гостей Чуваши с праздником Днем Республики и приглашаем посетить наш тенд в Ледовый дворец, в 1-й павильон с 24 по 26 июня. На протяжении всех дней выставки регионы сотрудничества без границ будут работать консультанты Чувашкредитпромбанка. Не упустите возможность узнать о горячих предложениях и принять участие в локарее. Что нам стоит дом построить? Ответ на этот вопрос знают в группе компаний «Удача». Именно они разрабатывают новый проект застройки микрорайона «Солнечный» и поселка «Загорская», который компания представила на 22-й межрегиональной выставке регионы «Сотрудничество без границ». Лес, речка, чистый воздух, тишина и спокойствие – конкурентные преимущества нового микрорайона в Новоюжном районе города Чебоксары. На территории микрорайона «Солнечный» запланировано наличие школы, детского сада, спортплощадки, коммерческих объектов, магазинов, кафе, просторных многоуровневых парковок. Такая инфраструктура превратит новые дома в желанное место для полноценной жизни. Прежде всего, микрорайон ориентирован на жилье эконом-класса. Здесь каждый сможет найти себе квартиру по душе и финансовым возможностям. «Я хочу переехать жить в «Солнечный», потому что там будет новый микрорайон. Есть рядом садики, школы, много магазинов, рядом лес. Можно с детьми спокойно гулять в лесу. Мне он очень понравился, мне по душе. Мы с супругом долго решали, куда переехать, и решили поехать туда. А если вы мечтаете о собственном родовом гнезде, то специально для вас группа компаний «Удачи» реализует еще один интересный проект поселок Загорское. Его основное преимущество отсутствие типовых коттеджей. Каждый дом – это индивидуальный проект застройки. Загорское находится в трех километрах от поселка Альгешево. В Загорском продаются не сотки земли, а мечта о собственном родовом гнезде. Так как здесь вы можете построить свой собственный дом своими силами и по своему собственному проекту. Родовое гнездо – это основная идея этого проекта. Свой дом, своя земля, свое родовое гнездо. Именно здесь вы начинаете историю своего родового гнезда. Земля в Загорском – это не просто участок в голом поле. Пруд с рыбой и лес находятся в шаговой доступности от жителей поселка. Также нет проблем с дорогами и линией электропередач. Все это здесь уже есть. А в этом году будет решен вопрос и с газом. Хотите лично познакомиться с микрорайоном Солнечный и поселком Загорское? У вас еще есть такая возможность. В любое время звоните по номеру 410000 или ищите информацию на сайте www.zagorsk.rf Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова